Меня зовут Юлия Юркова, мне 33 года, я проживаю в Подмосковье, город Ногинск. Я мама в декрете, я не замужем. Папа моего ребенка в три месяца беременности ушел от нас. Я осталась одна. У меня нет родителей и тех, кто бы мне мог помочь. Мне нужно было ремонт доделать, квартира, переезд. Я не знала, что делать. У меня была такая растерянность, страх. Я не могу себе позволить расслабиться, потому что у меня есть ответственность за ребенка, у меня есть кошка, есть свои какие-то кредитные обязательства, которые я должна выполнять. Я настолько включилась в этого ребенка, что вот только он у меня есть, и все. Тем самым я себя загнала в такой угол, из которого сейчас не могу выбраться. Найти себя и понять, куда ей двигаться дальше, Юлии поможет эксперт по предназначению. Специалист в области энергообмена между мужчиной и женщиной, психолог и основательница первой в России академии по поиску предназначения человека Саша Шанкара. Ведущая составила натальную карту Юлии и определила ее главные жизненные задачи. Сегодня Юлия узнает, какой путь для нее определили звезды и как его реализовать. Юлия, здравствуй. Я очень рада тебя видеть. Скажи, чем я могу тебе помочь? Я хочу найти себя в жизни и раскрыть себя, потому что я в последнее время очень замкнутый человек и ни с кем не общаюсь, у меня личная жизнь совершенно не складывается. Я жила с мужчиной, все было у нас хорошо, я забеременела, и на третьем месяце беременности он от меня ушел. Он не выдержал мои гормоны, как сказал. У меня первая группа риска, мне вообще ходить нельзя было лишний раз, чтобы не потерять ребенка. И он мне выпить предлагает, чтобы я успокоилась. Меня вообще это возмущало дико. Это моя пятая беременность. Это твоя пятая беременность? Да. У меня первый был в 20 лет аборт, а потом были внематочные, когда я там, можно сказать, доживала несколько часов в своей жизни. Ты была на грани смерти, правильно я поняла? Я не понимала, что у меня происходит. Просто мне стало очень плохо, я приехала синего цвета на работу, не могла разогнуться, и меня на работе заставили вызвать скорую. Оказалось, что у меня был сильный разрыв уже с самого утра, и, возможно, я бы прожила еще несколько часов, если бы не вызывала скорую. После этого было два выкидыша практически подряд, и тогда я поняла, что я не хочу больше детей. Это было очень тяжело пережить. Я даже меньше общалась с племянниками, чтобы не пересекаться ни с беременными, ни с детьми. Прошло 5 лет, и мне было страшно, что опять все сейчас повторится. Не могла об этом говорить вообще. А мой мужчина в тот момент, он наоборот, всегда говорил об этом, что будет все хорошо. Да ну ты что, смотри, ребенок, это счастье. А я не могла, я говорила, отстань, давай, мы не будем сейчас об этом говорить. Мне нужно понять для себя внутри, чтобы все осталось в безопасности. Он давал мне какую-то гиперопеку. Он тебя опекал? Да. Оно мне не нужно было в тот момент. Я попросила его к маме уехать на неделю. Он уехал, и через неделю он приехал, пока я была на работе, и собрал вещи, и все. И не предупредив тебя? Нет, ничего не сказал. Я спросила у него вечером, собирается ли он возвращаться в эту квартиру. Он сказал, нет, я там жить не буду. То есть он никак не объяснил? Нет, совершенно никак не объяснил. Потом мы с ним перестали общаться через несколько месяцев. Он сказал, что ждал, когда мои гормоны утихнут. И? И все. Но он не предлагал снова жить вместе. Но он вообще как-то проявляет себя, помогает ребенку тебе? Нет, совершенно. Когда я родила, он мне написал сообщение, что поздравляю, я уверена, что ты будешь хорошей мамой. И отправил мне пять тысяч рублей. Подожди, а он не хочет быть хорошим папой? Это он не уточнял. То есть он просто бросил тебя с ребенком одну? Конечно, мне нужна была поддержка. Мне было очень сложно. У меня не было такого опыта с детьми, да, общения. И мне некому было подсказать что-то. Я хочу понять, какие у тебя вообще отношения в семье были с родителями? Моя мама с папой развелись, когда мне было пять лет. И я отца узнала потом только в 17 лет. Я начала с ним знакомиться. Я не видела его все это время. Иначе общение продлилось недолго. Где-то год, наверное. Потому что он спился. Он просто пил и пил, и все. Он умер. Когда в гороскопе есть соединение Луны и Солнца, это может указывать на некий конфликт внутри семьи. Еще и планета Меркурий, которая расположена также в доме семьи, связана с домом потерь. С мамой у меня были тоже такие отношения. Натянутые? Они были не откровенные, не близкие. Мама пыталась строить отношения. Плюс потом эти отношения усугубились тем, что она стала употреблять алкоголь. У меня мама не стала, когда мне было 18. Я от себя очень сочувствую, правда. Конечно, не хватает ее сейчас, когда у меня появился ребенок. Особенно я чувствую нехватку этого родительства. Какой-то поддержки. Даже просто словом. Получается, что когда ты осталась с ребенком одна, то ты никому вообще обратиться не могла. Только у меня есть несколько друзей. То есть по факту ты тянула все на себе? Да. Сама? Да. Как у тебя складываются отношения с мужчинами прямо сейчас? У меня вообще никак они не складываются. Я общаюсь только с сыном, со своей кошкой и рабочий чат, и домовой чат. Тебе вообще все самой приходится разруливать? Мужчины мне говорят, что ты такая сильная, ты молодец. Вот и последние отношения, он мне тоже говорил, ты сильная. Ну, это хорошо, что сильная. А ты чувствуешь себя женщиной? В последнее время нет. Я веду себя как мужчина, наверное. Я купила квартиру в бетоне, и я делала сама там ремонт. И вот это сложно. Я не могу отпустить эту ситуацию, потому что я понимаю, что некому сейчас за меня это делать. Но в то же время я понимаю, что мне нужно это отпустить, чтобы появился этот человек. У тебя просто Венера, планета женственности в падении, а Марс, планета мужской, скажем так, да, самодостаточность, очень сильная. Королевскую йогу она у тебя делает в гороскопе. То есть у тебя некий перекос женственности и мужественности идет. То есть ты можешь быть очень жесткой. Самая большая, скажем так, я не хочу называть это проблемой, задача, это тебе взрастить в себе женщину. Потому что мужчина, он же идет на женскую энергию. А когда Венера падает, ты становишься мужчиной, мужиком. Ты просто берешь все в свои руки и тянешь на себе. Поэтому тебя могут легко оставить, сказать, да ты справишься, ты вытянешь и так далее. В принципе, это правда. Так и есть. Но смотри, у тебя планета Юпитер, которая отвечает уже за мужскую энергию, не за женскую. Венера у нас за женщину отвечает в гороскопе, а Юпитер за мужчину. Вот у тебя Юпитер оказался в доме славы, в доме позиционирования. Чем правильнее у тебя будет позиционирование в обществе за счет своей профессии, тем проще тебе будет найти мужчину мечты. Да, это очень непросто, потому что чтобы стать известной, приобрести, например, славу в определенных кругах, это нужно постараться. Но это твой путь к реализации себя как жены. Я вот думаю, просто я работаю программистом. Ты как будто бы испугалась. Как мне здесь проявить себя? По сути, отчасти ты уже делаешь то, что тебе нужно. Твое предназначение – это быть менеджером маркетплейсов или интернет-магазинов. Я сейчас как раз прохожу обучение по маркетплейсам. Серьезно? Да. Я очень была удивлена, что настолько все четко совпало. Мне приятно, что это действительно то направление, в котором и мне сейчас нравится. И такое предназначение – ну, круто вообще. В субботу в новом выпуске. Сегодня вы узнаете, как звучит настоящая ложь. Вы пройдете через детектор лыжи. Испытание, которое выдержат не все. Мне часто приходится обманывать. И люди верят в меня. Я в них. Выбор, который заставит понервничать участников. Если я его не уберу, завтра он будет топить меня. И самый главный вопрос – кто следующий покинет шоу? Ты сейчас обвиняешь меня в каком-то сговоре с кем-то? Наследники и самозванцы. В субботу на ТВ3. Юлии необходимо научиться проявлять свою женственность и доверять мужчинам. И прямо сейчас у нее появится возможность это сделать. Но сможет ли она отказаться от своих привычек и послушать советы наставника певицы Анны Седоковой? Здравствуйте. Юлечка, здравствуйте. Меня зовут Анна. Приятно с вами познакомиться. Она как будто бы не с нашей планеты. Я разволновалась, думала, блин, что сейчас будет? Представьте себе, что эти коробки – это ваша жизнь. Что-то знакомое видите здесь? Конечно. Что там у вас есть? Все, кроме развлечения. Значит, развлечение будем переносить последнее. Итак, ваша задача, Юлия, сейчас сделать так, чтобы эти коробки переместились из старой жизни в новую. Вот это, допустим, ваша старая жизнь, а вот это вот новая. Сможем такое сделать? Ну да. Вы сказали, я сделаю. Если надо, я сделаю. Девочки, которые поувереннее в себе, они бы так никогда не делали. Они бы спросили, как минимум, а зачем? А что, какая цель моего перетаскивания? И… Ого! Тяжеленькие. Тяжелая? Да. Ну давайте, пойдем переносить будем, да. Несем. Ребенок этот. Ребенка, да, переносим. Какая вы сильная женщина. Классно, да? Наверное, развлечение. Развлечение берем, давайте, да. Сильная. Видал вам, боженька же, сильные руки, да, для этого, да? Я не понимала вообще. Сказала, неси. И я несу. Посмотрите еще раз внимательно, что вообще у нас есть еще в комнате. Я ей намекала, посмотри по сторонам, есть ли кто-то еще здесь в этом зале, еще что-то. Но Юля делала свое дело, потому что так было надо. Как вы думаете, что в этой комнате и кто еще стоит? До меня начинает доходить, и я просто боком увидела, что есть же мужчина. Мужчина. Я даже не сразу акцентировала на нем внимание. Я переключилась на эти коробки. Про него вообще забыла. Он все время стоял в этой комнате. А давайте попросим его просто. Его зовут Данила. Просто попросите. Давайте, Данила. Данила, можно вас попросить помочь в коробки перенести? Конечно. Смотри, как то осталось. В этот момент меня просто разорвало изнутри с пониманием, что я докатилась просто. Довела себя, что я не замечаю даже мужчину, у которого действительно можно было сказать, помоги просто перенести изначально, в принципе. Данила, скажи мне, пожалуйста, тебе было сложно это? Нет, главное просто попросить. Итог моих действий в жизни. Я вроде бы пыталась все эти годы, все это время, показать всем, что я такая сильная, я такая все могу. Но тут я поняла, что, блин, а для чего это было все? Для того, чтобы просто дальше тянуть эти коробки, действительно, с тяжестью надрываться, жалеть себя при этом, такая позиция жертвы, когда вот вроде бы как и жалко себя, но я сама сделаю. А тут я начинаю понимать, что отчасти это я себя до этого довела. Я говорю, у меня аж мурашки от понимания всего этого. В общем, давай с тобой будем учиться разговаривать с мужчинами, им наоборот это кайфово, им приятно, они от этого чувствуют себя суперменами, понимаешь? Да, иногда нужно чуть-чуть времени подождать, нужно чуть-чуть посидеть, побыть принцессой, да, ты будешь лучше, но не нужно. Еще для начала тебе нужно будет учиться доверять мужчине. Это очень сложно. Тебе нужно будет настолько довериться мужчине, чтобы позволить ему вести. Смотри, Данил у нас профессиональный танцор. Мы бы хотели протестировать сейчас, как ты можешь уступать своему партнеру. Не надо никаких специальных движений, не переживай, просто расслабься, Данила все сделает сам, как говорится. Было очень интересно. Раньше я занималась полдэнсом, сейчас мне, наверное, больше что-то такое типа латиноамериканского, ну, что-то такое хочется, и, наверное, даже больше в паре. Привыкаю я к твоим глазам, привыкаю я к твоим губам, как заставить сердце замолчать, если от любви хочу кричать. Я пыталась контролировать сначала танец, потом я тут же себя отпускала. Зачем я это делаю? И я вроде, ладно, все расслабилась, отпускаю уже все и иду за ним просто. Что, Данил, расскажи мне, вела Юля, пыталась с тобой руководить? Нет, 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 ни в коем случае. Весь танец вел я. Юля мне доверилась. Мне кажется, что даже такая маленькая ситуация, как сейчас, уже помогла Юле увидеть себя со стороны. И что мне больше всего понравилось в ней, она не ведет. То есть она не хочет управлять мужчиной, она хочет идти за кем-то. И это очень круто. Ей нужно сейчас найти эту идеальную середину, которую мы все ищем в этой жизни, и идти по ней. Но у Юлии, я уверена, все получится. Мне было нелегко, но мне кажется, я справилась. Я поняла, что нужно разбавлять, во-первых, свою жизнь и снимать вот эту позицию жертвы. И все-таки общаться с людьми, обращать внимание на мужчин, в конце концов. Юлия уже прошла большую внутреннюю трансформацию. И сейчас готова преобразиться снаружи. А превратиться в менеджера маркетплейсов и интернет-магазинов ей помогут. Популярный эксперт телевизионных фэшн-проектов, преподаватель Центра индустрии моды при Московском государственном университете Алексей Сухарев. Парикмахер, звездный стилист и победитель международного конкурса парикмахерского искусства Алексей Нагорский. Бьюти-эксперт, визажист кино и телепроектов. А также официальный визажист Полины Гагариной Юлия Тимонина. Здравствуй, Юля. Здравствуйте. Скажи нам о своем предназначении. Мое предназначение – менеджер маркетплейсов и интернет-магазинов. Между Юлей и любым предназначением, кроме предназначения быть мамой, пролегает большая пропасть, потому что от нее идет энергия того, что она полностью отдает все свои силы и все свое время и внимание ребенку. Но на самом деле, что касается образа менеджера маркетплейсов, это не столь принципиальный, наверное, момент для этой профессии. Главное, чтобы не было вот так. Но вот так уже точно не будет. Будет по-другому. Мне кажется, что наша главная задача сегодня – сделать так, чтобы ты как-то воодушевилась, увидев свое отражение в зеркале, получила какую-то дозу эмоций, которая позволит тебе дальше правильно к себе относиться. В общем, жить жизнью полноценной молодой женщины. Но ты должна понимать, что радикальных перемен тебе не избежать. Я готова. Здорово. Это самое главное. Приступим к работе. Так, ну что, Юль? Это одежда, которую я носила в основном беременная. Правильно ли я понимаю, что во время беременности ты часто, наверное, получала какие-то комплименты? Правда же? Да, мне говорили, хорошо выглядишь. Радует, что, наверное, ты достаточно внимательно смотришь нашу программу, потому что подобные сочетания часто я рекомендую. В этом гардеробе тебе и куртка-косуха бежевого цвета, и платье-майка пастельного оттенка, и очень красивое голубое платье. В общем, гардероб хороший на самом деле. Просто этот гардероб, он в принципе лежит в гардеробе. Вот я так скажу. Меня смущает, что есть очень большая вероятность, что то, что я тебе подберу сегодня, поселится рядом с этими хорошими на самом деле вещами, и будет себе дальше висеть, и они все вместе будут выходить из моды. Как-то хочется все-таки немножечко тебя взбодрить. Мне кажется, что питон – это хорошая история для тебя. И найдем альтернативу твоим черным джинсам и этим красным треникам, просто более элегантную. Для того, чтобы сделать комплект более динамичным и менее таким, скажем так, официальным, здесь будет вот такой вот жакет асимметричный на одно плечо, который, собственно говоря, и подчеркнет красивые изгибы твоей фигуры. Ну, как ты пролетела на каблуках, я тебе скажу, вообще. Да, немножко помню. Не потеряла сноровку. Да. Как ты себя ощущаешь? Необычно. Но, наверное, сама бы я так не оделась. Было неожиданно приятно. Цветовая гамма, потому что мне нравятся вот эти бежевые оттенки. Единственное, я бы, наверное, рубашку, возможно, я бы такую себе не взяла сама. А тебе волосы долго распускать? Нет. Этот пучок уже изжил себя. Вот, вообще другое дело. Это только начало нашей с тобой работы. В финале ты увидишь себя уже совершенно в другом образе. И мне уже не терпится увидеть, как ты отреагируешь на свое новое отражение. Мне тоже не терпится. Юль, у меня для тебя будет еще одно испытание. Тебе нужно сделать сейчас кое-что со своими волосами самостоятельно. Смотри. Я дам тебе в руки ножницы. И ты сама срежешь ровно столько, сколько ты хочешь убрать негатива из своей жизни. Было сложно решиться на это. У меня аж слезы накатываются. Держи ножницы. Поцелуешь их на прощание? Да, конечно. Хороший. Давай. Нет. Я в тебя верю. Смелей. Вот так вот. Ну что ты, давай еще. Нет, вот так только. Вот это лишнее. Все. Так, дай сюда. Это мало. Где он? Вот они. Вроде такой хороший, добрый парень. Взял, мне половину волос отрезала. Одним взмахом. Что там осталось? Все, 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 все. Ничего не осталось, Юль. Все. Весь свой негатив. Это, чтобы ты больше никогда их не носила в пучке. Теперь-то, конечно, не буду. Давайте честно. Никто из нас не знает, как должен выглядеть менеджер маркетплейса. Но не будем забывать о том, что Юля еще и девушка, мама. И я надеюсь, в будущем счастливая жена. А это значит, что ее волосы должны выглядеть ухоженно. Что она должна сиять в новом образе. Чтобы окрашивание подчеркивало цвет ее лица и натуральный цвет волос. А расскажи, почему ты сделала татуаж? Потому что у меня не было времени краситься. А тебе нравится, как он сейчас выглядит? Ну, а сейчас нет. Потому что нужно делать коррекцию регулярно, а я ее не делала давно. Татуаж сам не проходит полностью. И, конечно, в идеале его нужно убирать, выводить с помощью каких-то косметических процедур. Но если у девушек он уже есть, и где-то он стал бледнее, мы зарисовываем. Мы возьмем цветную тушь, которых тоже очень много в различных брендах. И быстрым движением мы проходим по волоскам. Но те места, которые у нас уже с пробелами, мы уделим им чуть больше внимания, распределив чуть больше туши там. И получается, что мы всю бровку скорректируем одним цветом. Ну что, друзья, вот и настал этот момент, ради которого мы так старались. Вы довольны результатом своей работы? Мы очень довольны результатом. Мне кажется, получилось даже лучше, чем мы ожидали. Ну давай, на раз, два, три. Раз, два, три. О, боже. Ой. У меня, конечно, был шок. Ни в плохом, ни в хорошем смысле. Просто шок от того, что действительно такое изменение сильное. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь на тему своей новой прически. Алексей, он волнуется. Прическа очень необычная, на самом деле. Я думала, будет хуже все. И короче. Отлегло, спасибо. Спасибо, что мне все срезали. Потому что мне казалось каждый раз, что там что-то все меньше и меньше волос остается на голове. Ну нет. Макияж, конечно, очень эффектный. Очень спасибо. И такая модель платья мне очень нравится тоже. Она посмотрела на себя так, как будто бы она видит такую девушку в отражении каждый день. Это означает только одно. Все на своих местах. Зеленое платье, красные губы, вот эта небрежная укладка. Все вместе соединилось. И у меня было тоже полное ощущение, что Юля всегда была такой. Ну что, девушка с красными губами, мы готовы отпустить тебя в твой новый день. До встречи с Сашей Шинкарой Юлия уже интуитивно шла навстречу своему предназначению. Она начала учиться на менеджера маркетплейсов. В новом дне Юлии мы предоставим возможность провести впечатление на потенциального клиента, блогера и владелицу бренда одежды Алину Батановну. Юлечка, привет! Меня зовут Алина. У меня здесь есть ноутбук. Я сейчас тебе открою нашу страничку. Что ты скажешь насчет этого? Что здесь неправильно может быть? Или вот какие-то, может быть, сразу ошибки ты замечаешь? Потому что, как по мне, все хорошо. По крайней мере, моя команда так говорит, что все классно, все продается. Но вот хочу, чтобы больше продавалось. Можешь сделать? Ну, на самом деле, все неплохо. Вот единственное, здесь нужны, конечно, отзывы. Отзывы очень влияют на рейтинг вообще товара. Но у меня же есть соцсети. То есть я могу сделать какой-нибудь классный конкурс, да? Да, можно как вариант там сделать ссылку. Допустим, малопродаваемый товар, который есть здесь на сайте, выложить именно на него, чтобы акцент сделать на него. И написать, делайте отзыв, вам будет скидка. Мне кажется, что эта идея была очень креативная. И Юля молодец, потому что именно такие ребята необходимы нам в команду и другим, в принципе, брендам, которые умеют в необычных условиях продавать товар и придумывать классные акции, которые потом будут увеличивать прибыль. У меня есть задачка еще одна. Я вот смотрю, тут есть такой потрясающий браслет. Как бы ты сделал фотосессию для этой вещи? Я бы, наверное, сделала ее на белом фоне. Ну, потому что чаще всего маркетплейсы просят на белом фоне. Какой-то элемент и на фоне там, например, какого-то интерьера, чтобы показать, как ее можно использовать. Я не фотограф, но все равно в голове, например, я вижу, как это можно сделать. Наверное, я бы больше ТЗ написала для фотографа, чтобы он там правильно, красиво все сделал. Она справилась, потому что она подсветила разные варианты использования этой истории. И она сделала красивые фотографии. Спасибо тебе большое. Если бы я сейчас искала человека себе в команду, я обязательно после обучения тебя взяла. Я готова следовать своему предназначению, потому что мне это интересно. Просто нужно сейчас эту площадку изучить. У Юли в доме позиционирования очень экспертная планета Юпитер. Она не может выглядеть глупцом. Поэтому ей важно учиться, учиться и еще раз учиться. То есть повышать уровень своей квалификации. Даже если она начнет с менеджера маркетплейсов и интернет-магазинов, в дальнейшем она может обучать этому искусству.